Друзья, с вами я Михаил Шилов, автор проекта Будушин.ру, Макевара.ру. В одном из предыдущих видео я рассказал, вернее пересказал легенду о дурачке, который Макевару колотил, а потом всех победил. И в этой притче, вернее с помощью этой притчи я попытался доказать, что никаких супермастеров в древности не было. Что просто были крепкие ребята, и одни крепкие ребята гораздо легче колотили тех, кто был менее крепкий. Вот и все. Но давайте вот еще подумаем о чем. Ну представьте, давайте представим хотя бы на секунду, что действительно существуют какие-то тайные школы и тайные мастера, которые обладают какими-то сверхъестественными техниками. Идите вперед. Брат, тело мое совсем не служится, не могу рукой двинуть. Не может такого быть. Не верю. Это уж ваше дело, верить или не верить. А я пошел. Спаси меня. Когда об этом заходит речь, то, конечно, каждый адепт, который занимается в какой-то школе, хочет наделить такими навыками своих старших товарищей. И если не старших товарищей, то, по крайней мере, старшего учителя, патриарха сам стиля, шихана, лучше всего основателя. Что вот они разработали, есть такие легенды, что в свое время приснился сон, как Менделееву, или спустились архаты, которые показали 18 движений рук или что-то там еще, какую-то супертехнику. И вот все, вот это вот есть, это тайное знание. Оно хранится у старших. Как эти старшие когда-то лучшим ученикам эти знания поведают. И вот в иллюзии о том, что это когда-то произойдет, рядовой, значит, ученик занимается годы, платит деньги, ходит в секцию. Сейчас без денег ничего не делается. Ребята, где вы видели здесь школы боевых искусств, какие-то доступные реально, где занимаются просто так? Нет. Везде занимаются за деньги. Понимаете? Потому что надо же старшим же этим на что-то жить. И это нормально вполне. Это вполне нормально. Вопрос только в том, что дается за эти деньги. Если за эти деньги дается иллюзия того, что когда-то ты станешь каким-нибудь учидэши или приближенным к этому мастеру, и перед смертью он откроет почему-то именно тебе какие-то великие секреты и тайны, и ты станешь действительно непобедимым каким-то бойцом, или тебе откроются какие-то глубины познания боевого искусства, она ничтожна. Давайте не будем обманываться. Подумайте сами, почему мастер какой-то, который, может быть, живет на Кенаве в Японии, куда вы, возможно, никуда не попадете, вам это передаст. Если Танак и ваши души, то пусть покажет нам Димак. Что это еще за Димак? Это его удар смерти. Если у него, предположим, есть действительно какой-нибудь учидэши, близкий ученик, в конце концов есть его дети, которым он передаст свою эту федерацию, школу, это клановая вещь. Вы никогда не узнаете эти секреты, даже если они существуют. Но, как правило, все эти секреты существуют только в головах. В головах учеников и в головах старших учеников. Правда, по разным совершенно причинам. Старшие ученики, как правило, знают, они догадываются, когда мастеру там 70 или 90 лет, а им уже по 50 и по 60, они видят, что ничего нового не происходит. Они начинают догадываться, что никаких знаний не существует. Но им-то надо дальше как-то жить, мириться с этим. И надо как-то дальше работать в этой федерации. Ее же нельзя терять. Это же, как и, может быть, отчасти чемодан без ручки. Бросать-то нельзя, хотя нести неудобно. И поэтому нужно поддерживать легенды о том, что мастер велик. И мастер, который еле-еле ходит с палочкой там зачастую, или двигается кое-как, выходит на показательных, делает какой-то като, предположим, какой-нибудь энергетической направленности, потому что они более-менее медленные. Это единственное, что он может сделать. Делает какой-то като Духангетсу. Но видно, что делает старик. И все хлопают и восхищаются. И говорят, что вы не видите нюансов, там здесь уже нет силы физической. Нет. Здесь есть такая энергетика, вы почувствовали, почувствовали. Это напоминает, как Алан Чумак что-то заряжал. Или как Ука Шпировского все крутили головой. А если вы этого не понимаете, то есть история про голого короля. Только дурак не понимает. Понимаете? Что король одет в парчу. А ребенок говорит, а король-то голый. И он действительно голый, условно говоря. Понимаете? И нету ничего. Нету ни Димака никакого. Ничего этого нет. Но опять же, давайте предположим на долю секунды, что есть. Ну вот, ну есть. Вот прямо реально. И он действительно передает это только избранным. Ну, скажем так, избранным каким-то. Можете вы попытаться стать, уехать туда, там, не знаю, жить в доме мастера, добиться особого расположения, дотянуть, как говорится. И чтобы потом это оказалось, что этого нет, ну и вы-то не попадете. Понимаете? Какова вероятность, что именно вы попадете туда, и вот вам это передадут, даже если это есть. То есть, она равна практически нулю. Давайте будем честны. Нулю она равна, да? Это раз. Второй момент. Давайте скажем так. Мы допускаем, что есть, но то, что вы это получите, равно нулю. Тогда скажите, какой вам от этого прок, что вы занимаетесь в школе, ну вот, занимаетесь боевым искусством, знаете, что есть там действительно какие-то аспекты, но вы понимаете, что вы их не получите никогда, даже при смерти, вам никто их не передаст. Вы их не получите никогда вообще. И вы останетесь на том же уровне, на котором были 10 и 15 лет назад, и 20 лет назад. Да, вы станете в тех аспектах, которые вам даны, более техничными, более ловкими, более динамичными. Но опять же, не превзойдете своего мастера, потому что вы будете ждать какой-то волшебной пилюли, что вам с занятиями откроется. Как они говорят? Делай и откроется, откроется, сделай там какая-то там 3 миллиона раз, условно говоря, и вы поймете, ну да, действительно, выработаются механизмы, выработается ловкость, динамический стереотип, вы станете сильнее, ловче и все, но вы не приобретете вот этих тайных знаний никаких. Это не тайные знания, если вы сделали 10 тысяч раз, или 10 тысяч самих часов наработали. Вы просто наработали профессионально то, что вы работаете, и ничего в этом тайного нет. И не откроются вам никакие новые знания, не придут они ниоткуда. Так вот, давайте скажем так, если получение таких знаний реально равно нулю, то зачем заниматься самообманом и заниматься тем направлением, ждать прихода этой манны, которая упадет на вас, ее не будет. Поэтому даже если эти тайные знания существуют, мне от них и вам от них никакого прока совершенно нет. А поэтому лучше просто из списка вот это, вычеркнуть вот так вот, вот эту надежду, и вообще то, что эти тайные знания есть, и забыть. То есть признать реально для себя, что никаких тайных знаний нет. Потому что если вы их и не получите, то для вас их реально нет. Есть ли они на самом деле или нет, для вас их реально нет. И если вы уйдете от этого самообмана, считая, что это есть, поймете, что для вас этих знаний не существует, вы начнете прогрессировать совершенно за счет других аспектов. То есть вы вложите свои силы не в мечты получить эти знания, не в мечты, что эти знания сами откроются вам, а в реальные аспекты, которые вас развивают. Да, в том числе и в количестве часов-то работанных с правильной техникой. Но когда вы наработаете свои 10 тысяч самих часов и станете профессионалами, у вас будет все получаться, вы поймете, что если вы хотите развиваться дальше, то это развитие возможно только благодаря тому, что вы отойдете от того, чем вы занимаетесь каждый день. Потому что глупо получить новый результат, повторяя все время одно и то же. Это говорил Нотенштейн, по-моему, если я ничего не путаю. Да, конечно, количество переходит в качество. То есть правильно сделанная техника много-много-много раз становится автоматически выполняемой правильной техникой. Вот это вот и переходит количество в качество. То есть вы над правильностью уже не думаете, а делаете ее правильно автоматически. То есть она переходит из качества продумываемого в качество автоматического. То есть у нее качество меняется. Но это не значит, что оно становится лучше, понимаете? Это только на начальном этапе количество переходит в качество. Когда человек не умеет ничего делать, то у него, конечно, он там не может долго заниматься. То есть, чем он больше работает, тем он становится более выносливый и качественные тренировки проходят у него как бы лучше. Это понятно. В начальном этапе мы сейчас говорим уже о мастерах. Здесь количество в качество не переходит просто так. Вернее, оно вообще не переходит количество в качество, поймите. Из-за того, я скажу даже больше, если вы в каком-то степени делаете что-то одно и то же, нарабатывая огромное количество раз, вам потом, если вдруг это окажется неправильным или потребует переделки, будет это сложнее переделать. Потому что вы уже наработали автоматизмы, которые исправить практически невозможно. Это как научить боксера-профессионала технике каратэ. Все равно он может научиться, но все равно будет видно, что он занимался боксом. Или, понимаете, борца, там, зудаиста, там, учить классической, там, ну, греко-рибской борьбе. Это будет видна разница в технике, хотя он будет делать все, бороться по правилам по одним, но будет видно, что у него школа немножко другая. Почему? Автоматизмы наработаны. Так вот, если вы хотите развиваться, вам надо научиться уже не в начальных этапах, но когда уже пришло мастерство, отходить от канонов. Не то, что их надо менять, технику менять что-то. Надо просто задумываться о том, за счет чего вы дальше будете расти. Я для себя нашел аспект, и вам рекомендую, вернее, два их, это интеграция с другими видами боевых искусств, потому что все открытия в науке, в том числе, делаются на стыке наук. В чистых науках имеется в виду открытия, которые имеют прикладной характер. Потому что в чистых науках, то есть они больше умозрительные, они развивают какие-то теории, это в чистых науках. А вот на стыке наук, биохимия, биофизика, физическая химия, вот здесь идут как раз изобретения. То есть когда соприкасаются две разные науки, но имеющие что-то общее, вот на этом стыке и образуется что-то полезное реально. То, что в жизни применимо. Вот и здесь чистые стили, они точно так же, как чистая наука, она уже в теории, в синтезе, только в синтезе сила. И вот здесь искать надо самки ключ, то есть первый ключ, это синтез, то есть искать лучшее, объединять, и тогда придет лучшее понимание. Потому что человек, который занимается только одним, он зашоривается, у него шоры на глазах, как у лошади на глазнике. Он больше ничего не видит абсолютно. И соответственно мир-то развивается быстро, а ортодоксы стопорят себя и очень много теряют. Это раз. А второй момент, это научный подход. То есть вы занимаетесь искусственным боевым, ученики ваши занимаются. То есть вы занимаетесь тем, как человек осваивает какие-то технические действия. Он их улучшает, он улучшает их комбинаторику. И черпать способы, улучшения отличные от тех, которые были давно, можно только с помощью науки. Потому что если вы науку не подключите, вы максимум, что сможете сделать, это только повторить, что уже было. Потому что действительно, к чему любят нотапеллировать ортодоксы, они говорят, зачем изобретать велосипед, все изобретено до нас, нам надо только добиваться в этом мастерства. Ну правильно говорят, конечно. И он изобретен велосипед давным-давно. Ну так это, да. Но это не значит, что не надо поставить на велосипед мотор и получить уже мопед. А потом доработать его до боли совершенно и получить уже мотоцикл, понимаете. Конечно, изобретать велосипед не надо. Надо на базе велосипеда создавать мопед и так далее. Придавать ему более аэродинамическую форму какую-то и так далее. Для разных задач придумывать какие-то решения другие. Другие колеса, диаметр колеса разный для разных задач. Ширину протектора и так далее. И в боевых искусствах то же самое. Развитие возможно только в этом ключе. Когда мы подключаем элементы и принципы и способы развития, которые характерны для науки. А вот эти вот иллюзии по поводу того, что те вот древние мастера обладали какими-то секретами. Это нонсенс вообще. Понимаете, вы просто подключите логику немножко, подумайте. Почему вдруг люди, которые жили 100-200 лет назад, вдруг обладали знаниями лучше, чем у нас. Мне кто-то скажет, ну вот пирамиды же строили. Может цивилизация была другая. Там, я не знаю, Мачу-Пикчу, там индейцы строили там тоже. Давайте не будем об этом. Я не ухожу от ответа этим, потому что здесь масса теорий. Посмотрите, куча передач, кто-то говорит, что это сделать было невозможно. А есть масса теорий, которые, это любители теории заговора, тайны и прочее. А кто-то говорит, что вполне понятно, как это было сделано. Что, условно говоря, блоки, они не вырезаны были, что в лезни загонки. А что это бетон, это выливали, то есть опалубку делали. Понимаете, масса теорий. Никто это не докажет сейчас, потому что история вообще, ну, штука сложная. Ее трактуют вообще по-всякому. Скажем так объяснить то, что было, очень сложно. И практически невозможно, есть масса теорий, как это сделать. Но реально понятно, что прогресс развивается вот здесь и сейчас. Нам не интересно, что было тогда. Да, понимаете, мы знаем, что тогда воевали палками-копалками. Когда были изобретены боевые искусства, тогда такого прогресса точно не было. Потому что воевали копьями, стрелами и так далее. Да, люди умели воевать. Из-за опыта, понимаете. Из-за опыта. Не надо думать, что какой-то китайский дедушка, там, обладающий каким-то секретным боем, там, на копье победил бы какой-нибудь викинг, да не факт. Наверное, викинг бы, скорее всего, молотом бы ударил бы сверху его бы и все. Никаких проблем бы не было. И копье бы не пробило бы доспеху этого, там, викинга или рыцаря какого-нибудь. Понимаете? Там, средневекового. Нет. Просто дрались и просто умели. Вот и все. И секретных очень школ боя не было. Они появились гораздо-гораздо позже. Они появились, когда стал развиваться прогресс. Школы боя реальные появились, настоящие, на шпагах тех же самых, да, например, когда уже была цивилизация серьезная, когда был ренессанс. Вот тогда появились и школы боя на шпагах, действительно, где это были школы. То есть были приемы боя, хитрые, обманные и так далее. Вот это вот было интересно. Понимаете? И сейчас это все продолжает развиваться точно так же, потому что есть опыт прежнего. Из прежнего, да, мы что-то берем, мы развиваем. Да, это так и есть. Но из прежнего берем оттуда, чтобы развивать, а не берем оттуда, чтобы там и остаться. Нет. У этих людей, которые были тогда, у них не было ни знаний, ни по медицине никаких, ни по физиологии, ни почему абсолютно, ни по анатомии должных знаний, не было у них таких, как есть и сам сейчас. Они не знали, по каким принципам строятся микроциклы, мезоциклы, макроциклы, как идет восстановление, суперкомпенсация, как нужно тренироваться для того, чтобы достигать максимально быстрых результатов. Они не знали ничего о регенерации кости, регенерации травм, лечения травм, о том, как укреплять ударные поверхности по науке, чтобы руки не корявками были, нормальными, чтобы укреплялись кости так, как надо, а не так, как не надо. Понимаете? Этого ничего не было. И не могли они ничего придумать тогда, серьезного. Честь и хвала им, что они сохраняли традицию, которая потом перешла к нам. И честь и хвала нам, что мы помним о них. Но это вовсе не значит, что там мы должны черпать свою мудрость. Понимаете? Это в прошлом, там, вот там, где-то далеко. Я не могу черпать всю жизнь для своего будущего уроки давнего-давнего прошлого, когда я был со мной ребенком. Понимаете? Для этого мне нужно анализировать новые события, которые происходят сейчас, потому что мир изменился. Если я даже буду опираться на те императивы, которые дает мне художественная литература, написанная 200 лет назад, то, скорее всего, если я так буду на ней воспитывать сам своего ребенка, он вырастет неадаптированным к современному миру, потому что императивы были другие совершенно. И мне надо его растить на понятиях современного мира и чуть-чуть прошлого. То есть, оттуда нужно взять корни и через современность экстраполировать на будущее. Но мне не нужно возвращаться к истокам, к австралопитекам и учить его на примере их опыта. Это неправильно. Поэтому, ребят, я вам еще раз хочу сказать, и на этом я закончу на сегодня. Не идеализируйте это все. Не ищите вот этой манны, секретов, тайн и все. Запомните, для вас эти тайны закрыты, даже если они есть. Вы их не получите. Значит, для вас их нет. И, соответственно, для вас есть только два реальных пути совершенствования в боевых искусствах. Это расширение своего познания и опыта с помощью восприятия опыта из других боевых искусств, а не за счет одного единственного. Это раз. А второе – это подключение научного метода познания и научного метода развития, моделирования, анализа и так далее. И вот тогда боевое искусство будет реально развиваться. Я вам это обещаю. Я сам так и поступаю. И думаю, у меня, в общем-то, получается. Все, друзья. Удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok